В День Конституции все регионы написали пятый правовой юридический диктант, включая Ульяновскую область. 60 минут, 40 вопросов. Каждый из них связан с основами законодательства Российской Федерации. К выполнению заданий присоединился и вице-губернатор Алексей Коробко. День Конституции действительно праздник, потому что Конституция это основной закон государства, по которому мы все живем. И все остальные законы должны соответствовать Конституции. Кроме того, базовые законы должны быть доступны каждому. Для студентов юрфака Ульяновского госуниверситета, которые проходили тестирование в родном вузе, диктант – очередная возможность закрепить теоретические знания. Это подтверждает статистика. У большинства студентов оценка не ниже 85 баллов из 100 возможных. Базовые знания мы им даем в стенах университета. Юридический диктант хорош тем, что там есть вопросы, которые на кругозор направлены. Ведь юридический диктант не столько для юристов, сколько для тех, у кого нет юридического образования. Но наша профессия, она к тому обязывает, чтобы мы всегда были впереди на гребне волны, что называется. Участие первого лица факультета в тестировании придало уверенности студентам. Желающих присоединиться оказалось больше, чем предусмотренных мест. Период с 3 по 12 декабря написать диктант можно было с любой точки мира в онлайн-формате. А для удобства тех заданий переведен сразу на несколько языков. Можно было пройти анонимно, посмотреть, что вообще это такое, что их ждет, а потом уже принять участие. Либо просто они сами принимали дома участие и получили сертификаты многие с хорошими баллами. Впервые в Ульяновский юридический диктант прошел в 2017 году по инициативе местного отделения Ассоциации юристов России. С каждым годом число участников увеличивается в десятки раз. Все больше и больше участвует. В том году вообще написали около 500 тысяч человек. В этом году уже миллион написал. И, собственно говоря, все больше и больше вовлекается людей. В Ульяновской области всегда в тройку лидеров входит по количеству написавших. Не смотря на численность, многие регионы превосходят, которые по количеству людей проживающих, однако количество написавших превосходят. Главное условие. При выполнении заданий нельзя пользоваться внешними источниками информации. Весь расчет лишь на собственные знания. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.